продюсерский центр русская гармонь и александр ганечев представляют русская народная телепередача гармонисты россии здравствуйте уважаемые телезрители друзья любители русской гармонии в эфире русская народная телепередача гармонисты россии на русском народном телеканале жар птица и сегодня в гостях у нашей телепередачи два баяниста мы же приглашаем не только гармонистов мы приглашаем и баянист и вот два баяниста это алексей масло сергей катков и все это вместе называется баян микс представляете сегодня в гостях у нас баян микс очень известный коллектив руководитель заслуженный артист россии сергей байтенко но сергей иванович к сожалению сегодня не смог по обстоятельствам он человек занятой и командировал вот этих вот двух прекрасных молодых людей говорит ребята играют и поют а наша передача она же только живьем во-первых здравствуйте ребята да приветствуем вас уже все все да да я говорю долго и много нельзя и можно только добавить что наконец-то баян пустили гармонистов да наконец есть у сергея войтенко песня под названием баян гармошки младший брат да потому что гармонь раньше появилась и ребята в основном то они играют и поют когда вот ваши концерты проходят вы же играете под аранжировки под минусовки и это конечно для зрителя со сцены это звучит очень красиво а наша программа от многих и многих программ отличается тем что мы здесь исполняем только живьем я всегда говорю но вы же умеете играть вы давайте вы давайте определитесь кто из вас будет час аранжировка кто будет играть а потом наоборот за вместе но на самом деле в целом то все просто как бы когда звучит аранжировка то левая рука у нас не звучит да мы и даже отключаем периодически а правой рукой мы играем поверх аранжировки уже всю мелодику какие-то аккорды ну и соответственно поем причем вы играете так что когда смотришь с экрана напрягся нет когда когда вот смотришь с экрана думаешь плюс голый даже тогда это вот такое впечатление что не только что там барабанчики звучат а вы сами играете ну не зря же я наверное 25 лет то учился школа училище колледж как называется нынче давайте мы об этом мы об этом и поговорим но сначала вы нам сыграйте и спойте давайте да а мы хотели бы спеть песню про наших зрителей про которые живут по-русски любуют по-русски и думают по-русски эх булва не булва коня рвут судеба кровью тронул за скулах зари ими хмель на строк посреди трёх дорог мы всегда выбираем все три от любви пропадать славить и проклинать взял ты раз из огня полы облака как овой и за нашей спиной города остаются дымя мы с тобой одною крови мы с тобой одною боли и живем мы любим жадно мы с тобой одною правды крещины они пожаром сожжены одной гитарой то себе мы сами судьи и другими мы не будем не будем не будем отлично саш пойдем с нами на холме белый храм по стволе девять грамм я и жизнь мы один на один пусть у края небес манит ангелы вес наливая потом поглядим мы с тобой одною крови мы с тобой одною боли и живем мы любим жадно мы с тобой одною правды крещины они пожаром сожжены одной гитарой по себе мы сами судьи и другими мы не будем не будем не будем не будем не будем а да а а а а а это песня вашего руководителя да я вам написали это песня сергей войтенко туда и спела ее с денисом майдановым и теперь исполняете вы исполняет он исполняет денис майдана очень классная песня очень многие на самом деле думают что что это написал Денис Майданов, но это не так. Он все больше поет. Он все больше ее поет. Ну, мы эту ситуацию исправим. Конечно. Мермейст России все исправит. А зрители, конечно, многие же зрители, они как услышали песню, если поет Майданов, значит, его песня. Ну, конечно. Да, если поет Вайтенка, его песня, поэтому... Лепш, там же какие-то песни спел, ну, думаешь, что это лепест. Да, 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 конечно. А он на самом деле написал другой человек. Вот. Как приятно, два таких красивых собеседника, талантливых, поговорим хоть с вами. Начнем с Сережи. Говоришь, учился там, там, там. Откуда сам? Я из республики Башкортостан. Город Октябрьский такой называется. Это километров недалеко от Уфы, короче. Вот. Там я закончил музыкальную школу. В Уфе я учился в училище искусств. Потом я поступил в Академию Гнесиных. Профессор Липса учился. И там же у Липса, ну, в Академию Гнесиных, в аспирантуру. То есть еще раз в аспирантуру. И закончил. Правда, да, я не защитился. Но как-то это мне не мешает жить дальше. Вот. Поэтому в периоды обучения я занял 21 международный конкурс. Может, я выиграл. Вот. И вот такой молодец. Сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Правильно. Саша только похвалит меня. А Сергей Войтенко в каком году пригласил? Сережа меня пригласил в 2009 году. То есть уже 12 лет. Да, это уже 12 лет. Вот как время-то быстро летит. Время быстро летит. Я не задумывался об этом. Да. Он как раз закончил аспирантуру у Фридриха Робертовича Липса. Там же мы с ним познакомились. И вот как-то наши так судьбы переплелись. Это все называется судьба. Судьба, да. Так сложилось, что вы встретились. Сложилось. Просто часто ведь так бывает, что нужно с кем-то оказаться в нужное время и в нужном месте. Правда? Да, так и есть. И дальше уже пошло. Ну, дальше для наших зрителей играем. А что вы у Леши не спрашиваете? А у Леши попозже. Он тоже учился. А мы куда-нибудь торопимся. А, точно. Мы же программа гармонисты России. Да, программа выходит по выходным дням, когда наши зрители присаживаются у экрана. У праздничного стола. Конечно. Они всегда накрывают стол. Поют, играют вместе с нами. Слушают, пьют чаек. Вот давайте, ребята, чаек. Давайте, да, чаек. Да. Чаек. И надо что-то спеть и сыграть, наверное. Это обязательно. Обязательно. Не чокайся. А кто чаем чокается? А кто, да, вот я и говорю. Нет, я, конечно, не знаю, что там у Саши в стаканчике на летое, я, конечно, не проверял, но у нас чай. Но вам я добавил. Ну, давайте. А песню мы хотели следующую спеть, поскольку уж мы находимся в Москве, можно сказать, в ее сердце. Изменаевская Кремль, можно сказать, это центр Москвы. И вообще Москва – это сердце нашей Родины. И поэтому мы хотели бы спеть песню о Москве. Бывает все на свете хорошо, в чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь. Бывает все на свете хорошо, в чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний год. Вильгнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза. А в них блестит садовое кольцо. А в них бежит садовое кольцо и летняя глаза. А в них блестит садовое кольцо. А я иду, шагая по Москве, И я пройти еще смогу. Соленый тихий океан И тундру, и тайгу. На плоткой белый парус распущу, Пока не знаю с кем. А если я по дому закручу, По снегам я пиралку отыщу, И вспомню о Москве. Соленый тихий океан И тихий океан И тихий океан И тихий океан. Соленый тихий океан И тихий океан И тихий океан И тихий океан. Ну как-то так. Что вы со мной делаете, а? В Москве. Да, в Москве. Что вы со мной делаете? Ну теперь поговорим про Лешу. Меня спрашиваешь, Леша нет. Да, он же... Сам откуда, Леш? Я из Подмосковья, город Дмитров, 50 километров на север от Москвы. Ну, как сказать, наверное, профессиональные баянисты не отличаются. Творческие... Обучение и так далее. И теперь, как говорится, сейчас жизнь с баяном. И опять вот баян-микс, как дорожки пересеклись, в каком году? Ну, это произошло в восемнадцатом году, ну вот уже почти три года назад. Да уже четыре. Да, уже четыре. Да, уже четыре. Четыре года назад, да. Четыре года назад, да. Я просто, ну, к сожалению или к счастью, в армии не служил, а он служил. А где? И мы, если куда-то летим или едем, мы обязательно что-нибудь рассказываем. Вы в каких войсках служили? Я служил дважды красотнаменом в академическом ансамбле песни и пляски российской армии имени Александра Васильевича Александрова. Наш самый известный. Не теряя служил, видите, выговорил все. Целый год, да. Как прям пулеметом. Боюсь спросить, на каком инструменте играл. Ну, конечно, на баяне. На баяне. В первой линии, красиво, красиво, весь в военной форме. И посмотреть удалось мир. Ну, как-то не весь, конечно, мир. Там всю Польшу, конечно. Мы там за 28 дней 26 городов проехали. Ездили в Рим, в Ватикан. Праздновали 25-летие Иоанна Павла II. То есть служба была трудная. Служба, да, да. Да, тяжелая. Такие армейские будни. Вместо автомата баян. Вместо автомата баян. Ну, что ж, ребята. Дальше поем. Ну, да. Поскольку мы заговорили про армию, ну, так случилось. Да. Хотя канал наш за птицей. Мы, по идее, должны были быть вот таких вот народных рубахах. Расписывайся. Но Саша нам их не выдал. Вы можете быть в чем угодно. Главное, чтобы вы были узнаваемы. Это да. А вот такая, как сказать, не дилемма, да, как ее назвать. Вот иду без баяна. Бывает, что проходят мимо, не узнают. А вот... А с баяном уже узнают. С баяном иду. Ой, это же вы. А я, конечно, желаю... Ребята, еще все впереди. Сейчас узнают с баяном. Но очень бы хотелось, чтобы узнавали и без баяна, правда? Но я думаю, что будут узнавать еще. Все ведь впереди. Конечно будут. Да, какие еще годы? Ну, поскольку мы немножко так... Да, прарми, что-то прарми. Ты смотрел, затронули. Там любят очень песни. У нас есть такой любой микс от баян-микс. Любой микс – это такое соединение разных песен. Поэтому мы попробуем без арджировки, без минусовки просто на баянах ее сыграть. Давай. Поехали. Не валяй, дурака, в Абериках. Вот все валенки мерзнешь, не бойся. Что Сибирь, что Аляска, два берега. Баня, лодка, гармонь и лосось. Да, и русский человек, и гармошка. Все хорошее. На спящий город опускается туман. В шалях ветра по подворотням и дворам. А нам все это не в первой, а нам доверено судьбой. Оберегать нас здесь не будет спокойно. Все. Да. А пожелай ты им ни пуха, ни хера. Да. Пусть у него правила в игра. Да. И если завтра будет круче, чем вчера, Прорвемся, ответит нам. Да. Прорвемся, ответит нам. А теперь стерилизителями поем. Позови меня, тихо, по имени ключевой водой. А по имени отзовется ли сердце бесценное, Несказанное, глупое, нишное. Снова сумерки входят бессонные, Снова за все две стекла оконные. Там килоют сирень и смородина. Позови меня, тихо, я в родина. Саша, поем? Позови меня на закате дня, Позови меня, груз печально моя, Позови меня на закате дня, Позови меня на груз печально моя, Позови меня... Опа! На сапогах играет солнышко Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ребята, очень приятно вас видеть Вы совершенно с другой стороны открываетесь для наших зрителей Абсолютно с другой стороны Вы просто на сцене или по телевидению Ваши часто показывают Ну вот там вы вышли, попели Ну вышли два парня Кто? Вообще никто не знает Так вот телезрители наши любимые Вот это вот Сергей Котков Знайте в лицо Знайте в лицо А вот это вот Алексей Маслов Знайте в лицо Потому что таких музыкантов Знать должны в лицо наши люди Запоминайте Я сегодня еще произнесу не один раз Запоминайте, как зовут Спасибо, спасибо Одно удовольствие с вами Сегодня на передаче Сидеть и слушать И я очень надеюсь Да и уверен В том, что По ту сторону экрана Зрители счастливы От присутствия вас В нашей телепередаче Гармонисты России Играйте и пойте А как счастливы мы Спасибо огромное Александру Что нас пригласил Спасибо, что Зрители нас смотрят Но мы еще не уходим А то я так заговорил Не, не Вы даже чаю не попьете Да Пойте для наших телезрителей Ну хорошо Мы споем Так как мы играем на баяне Вот Мы споем казачью песню Просто хочется так Чтобы и зрители с нами пели Правильно Да, поэтому А я думаю, что Практически все ее знают Песня называется Лизавета Ты ждешь Лизавета От друга привета Ты не спишь до рассвета Все грустишь обо мне Обежим победу Тебе я приеду На горячем боевом коне Приеду весною Ворота открою Я с тобой, ты со мною Неразлучный ворит Тоске и тревоге Не стой на пороге Я вернусь, когда растает снег Моя дорогая Моя дорогая Я жду и мечтаю Улыбнись, повстречая Был я храбрым в бою Эх, как бы дожить бы До свадьбы Ещё раз с вами Ещё раз с нами от как наши телезрители сейчас поют эту песню и знаете что приятно вы все равно ведь еще достаточно молодые люди и песня то ведь написано еще давно-давно-давно очень да и вот как приятно что вы поете вот те песни которые действительно настоящие песни написанные композиторами спасибо вам за это большое что вы храните вот это вот наше творчество это советское наследие это не только от меня спасибо это спасибо от всех телезрителей телеканала жар птица ребята на самом деле это огромная заслуга конечно же инструмента баян конечно популяризируем больше баян но наверное это заслуга в принципе наверное музыкальных школ вот те кто занимается народным там творчеством до инструмента народными вот потому что те кто не ходил музыкальной школы еще что-то у кого-то не было вот у меня не было музыкальной школы рядом они было я не мог ходить желание было огромным они как они как но тем не менее вы народную культуру просто значит любите душой а многие просто не знают а потом этого есть вы ну да это вы есть программа гармонисты россии которая показывает народную культуру и вот ребят а баян это я вас смотрю классные баянчики баяны сейчас инструменты ведь очень дорогие на заказ их делали это вот вам нужно спросить директора онлайн-магазина директор баянчике на заказ и такие два близнеца один белый другой серый веселый гуси да сделан на заказ ну то что к сожалению в италии а то что это не делают там итальянцы делают очень качественные инструменты да ну конечно есть и фабрики которые на территории российской федерации конечно конечно создают баяна просто цены до цены очень сильно выросли просто благодаря тому что евро вырос просто к ситуации да в мире в стране нет я вам еще скажу цены знаете вот цен это выросли опять же почему потому что пошел спрос вот когда мы начинали вот я сам начинал 10 лет назад 10 лет будет нашему центру в этом году как мы открыли центр занялись концертной деятельностью гастролей по стране в этом году юбилей и вот чем будем туда и мы поехали поехали по стране и гормонные фабрики вот именно гормонные они ну и она гормоны же и баяны делаем и шуйская фабрика только фабрика они были практически на грани закрытия потому что ну ну не и столько я раздал рекламы по стране подходили после концертов бабушки с вот такими детьми и потихонечку потихонечку пошли заказы стали стали заказывать и на сегодняшний день аппетита приходит во время еды и столько появилось молодых которые подросли и стали заказывать уже более серьезно не какую-то там маленькую гармошечку а стали заказывать инструменты уже профессиональные и даже стали заказывать инструменты ребята которые с вот с регистрами уже много тембровая уже такое многоголосье идет заказов появилось очень много и на сегодняшний день вот я работ мне гармонь делали на фабрике делали три года три года я заказал гармонь вот эту много тембру мужа такая была очередь да и то же самое и на баяны спрос вырос к сожалению к великому баянистов нашей стране становится все меньше и меньше вот это вот очень жаль потому что не идут дети на баян музыкальную школу я хочу сказать родителям бабушкам дедушкам попробуйте уговорить своих ребятишек у которых есть склонность к игре на гармонии или на баяне чтобы обязательно шли на баян музыкальную идут на что угодно идут на балалайку на дом бру там на на скрипку но не идут на баян и не осталось аккомпаниатора в стране вот мы же ездим с нашими концертами по россии и приглашаем хорошие коллективы и исполнителей сольных на наших к шаба не приходились и пели вместе с нами и практически все перешли на фонограммы только на фонограммы потому что был баянист умер приезжаешь другой населенный пункт был баянист умер и мы их знали эти баянисты а новое это не подтягивается но я вам поэтому надо надо учиться играть у тебя я набор я могу вам сказать как директор школы искусств дмитровского городского округа у меня очень много учащихся полторы тысячи около полторы тысячи учащихся обучается в школе большая школа разбросаны по всему округу я могу вам сказать что да к сожалению в сегодняшнем вот таком мире до современном до современ технологиями современными возможностями куда можно отдать ребенка конечно же баян аккордеон там гармония становится как бы не модными инструментами до фроне в я там даже даже народные балалайка и дома уже не так модны как это было 20 30 назад но я могу сказать большая ошибка потому что все думают что на на наших народных инструментов можешь играть только какие-то частушки какие-то там пляски какую-то там песенку до народную который там алтоза на нашем инструменте может играть все играть вообще самый самодостаточный инструмент который с мире который есть свой аккомпанемент есть своя мелодика свои свои возможности и ни один инструмент не может этом похвалиться и ребенок который будет учиться инструменте может играть любую музыку и может потом этот инструмент и пригодится вообще принципе по жизни поэтому я всегда на при поступлении как подгач поступает наступает до в этом году конечно с каждым годом была такая тенденция что уменьшается но все-таки это правильное распределение контингента внутри отделов и если на народная дар выделить больше там места и сказать сказать что это будет стоить там дешевле и это будет хорошие возможности потом в дальнейшем у ребенка я думаю мы постепенно наладим этот момент с набором я вот возразил к этой теме просто пока не перешли после 90-х там или начало двухтысячных годов да я думаю мы все люди не маленькие взрослые помним что было что творилось и в музыкальных школах тем не менее тем тем более вот поэтому то что происходит там сейчас или ну вот после там 2005 года набор все-таки он так но вы но он конечно сравнение с 90-ми там начал нулевых вот и то что мы это популяризируем ваши передачи наш коллектив они это дает вот этот это дает толчок и импульс и люди берут инструменты но должно пройти время когда это молодого поколения которое сейчас еще только-только берет инструменты в руки чтобы они выросли вот в таких мастеров как вы поэтому ребята те кто в экранах телевизоров посмотрите они же тоже были маленькими и они тоже играли одним пальцем а теперь только покажите что вы умеете что вы умеете пятью так ну следующая песня будет в стиле казачьим вот она очень нравится алексею и мне тоже а написал ее она как бы стала уже народная но написал ее автор наш руководитель сергей иванович ватенко песня называется морожка а вот саша ты знаешь что такое морожка как бы мне не знать что это вологодской области я из вологодской области эту морожку собирали да и морожка вот мы сергеем разговаривали о морожке я когда писал эту песню ягод вообще понятия не имел что ну слову пришлось морожка классно какая песня получилась морожка вот у нас там вологодской собирается в июле когда собираться на болоте а болото далеко и это все еще надо то что мы собирали и вот это мошкара вот все она сверху это самая настой трудно и очень трудно и есть поговорка морожка выдернет ножки поэтому морожка да но песня она не а ягоди о любви казачки и казака поехали когда из дома уезжал я клятву миленькой давала вернуться на порог когда морожка зацветет но за весной весна летит а я по прежнему пути не плачь родная встреча впереди и пролетает дорожка цветет ягода морожка а ты ждешь меня грустишь а дана а ты ждешь меня грустишь а дана и лесом полем перееду а до любимой я доеду за околицей стоит весна весна вот так идет за годом год то дождик льет то снег метет и не дает идти по дологожданному пути преодолеть в семьдец год и в нахмар рожка зацветил когда шагнул я на одной порог и я с дороги подустал да конюш больно старый стал я куда ручку заверну там ночку отдохну хозяйка милою что было звало остаться навсегда до дома до дома любимая меня эй пролетает дорожка эй свечет ягода морожка эй а ты ждешь меня грустишь а дана а ты ждешь меня грустишь а дана эй эй лесом полем перееду эй а до любимой я доеду эй эй за колецы стоит эй 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 э э э э э э э э Какая от вас идет энергетика, положительная энергетика. Я сижу здесь на диване, подпрыгиваю. Слава Богу, положительная. Слава Богу, Саша подпрыгивает. И наши телезрители по ту сторону экрана, они ведь тоже счастливы. Они счастливы на вас посмотреть. Вы знаете, я смотрю на вас. Вы сами-то, когда играете и поете, вы получаете такое удовольствие. И такое счастье в ваших глазах светится, что вы по жизни занимаетесь любимым делом. А это ведь самое важное, заниматься любимым делом. Играть бы и петь в баянмикс, или где-нибудь сейчас токарем у станка. Но у кого-то наоборот. Человек стоит, точит деталь, и это ему доставляет удовольствие. Это самое большое счастье, когда ты в жизни работа и хобби вместе. И они доставляют удовольствие. И можно сказать, что ни дня не работал. Да. И самому себе, и другим людям. И вот вроде так вот подумаешь со стороны. Какая тут работа? Что-то кнопки нажимаете, и все. А это же адский труд. Вот то, что ребята делают, это адский труд. Играйте. Играйте, я вас буду слушать дальше. Не уходим никуда. Поем. Хочется пожелать каждому телезрителю, и самое главное, Саше, потому что он эту передачу делает и дарит ее вам, чтобы жизнь у вас была как в сказке. Поэтому давайте все вместе, дружно споем песню из кинофильма Ивана Васильевич меняет профессию. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Счастье вдруг. В тишине постыщалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень не моросила. Столько лет, Саша, а? Столько лет! Где же нас носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало зимой. Сколько лет я спорил с судьбой, Ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то полну за моря, Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, Не напрасно было. Мерз я где-то полну за моря, Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, Не напрасно. И пришло, и сбылось, И не жди ответа. Без тебя, Александр, как нам жилось? Ах, понятия не имею. Нам на свете этом Тот, кто ждет, все свесет, Как бы жизнь не мила. Лишь бы все. И вот эта наша передача Не напрасно было. Танцуют все. И Саша поет. Вдруг. Как в сказке скрипнула дырю. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой, Ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то полну за моря, Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, Не напрасно. А теперь все танцуют, Все зрители молодцы. Поем, поехали! Что вы со мной делаете? Молодцы, ребята! И, конечно, в заключение нашей передачи, Что вы пожелали бы нашим телезрителям Телеканала «Жар птица» Программа «Гармонисты России»? Хочется пожелать нашим любимым телезрителям Самое главное – это здоровье. Чтобы гармония была в душе И всем нам мирного неба над головой, Яркого солнца и всего самого доброго! Я хочу пожелать, чтобы зрителей у Александра Становилось все больше и больше, Чтобы аудитория росла, Чтобы больше и больше людей, Которым нравится народное творчество, Вообще, все, что показывается на этом великолепном канале, Чтобы они смотрели, радовались, Чтобы они получали действительно хорошие эмоции. Это самое главное в нашем мире, Когда иногда бывает нас изолируют по какими-то частям, Чтобы мы все объединялись Хотя бы в этой передаче, на этом канале И все, что народное в хорошем виде показывается, Всегда радовало глаз, Чтобы хотелось смотреть все больше Следующий выпуск, следующий выпуск 1035-й выпуск, 1036-й И много-много-много еще Много-много хороших вам гостей, Хороших профессиональных людей, Которые вы еще покажете в своих передачах. Конечно, это все, конечно, хорошо говоришь, Только надо было сказать и приглашайте нас, И через передачу нас. Да, через передачу. А вот наши телезрители, Вы и пишите нам, Кого нам приглашать, И приглашать ли нам еще ребят. Я думаю, что, конечно, да. Конечно. Спасибо. Мы еще сыграем с вами, И не один раз. Баян Микс, Сергей Котков, Алексей Маслов. Ну, все равно я вас так не отпущу. Давайте еще что-нибудь. Давайте еще что-нибудь. Да, поскольку у нас зима на дворе. Но я вас еще передачу и повторю, и летом. С удовольствием. Ну, летом мы поем летние песни, А зимой зимние. А россияне-то у нас знают все песни. У нас есть в стране места, Где одна зима, А есть, где одно лето. Поэтому надо петь все. Поем все, да. Вот и правильно. Для вас потолок ледяной. У леса на опушке, Потолок ледяной, Дверь скрипучая, За шершавой стеной. Тьма колючая, Как шагнет за порог. Всюду и ней, А из окон порог. Синий, синий. Потолок ледяной, Дверь скрипучая, За шершавой стеной. Тьма колючая, Как шагнет за порог. Всюду и ней, А из окон порог. Синий, синий. Ходила на охоту, Тарила серебро, Ковала тонкий месяц, Крустальное ведро. Деревьем шубы шила, Тарила санный путь, А после в лесу шила, Чтобы в избушке отдохнуть. И, конечно, Пенезрители с нами поют. И потолок ледяной, Дверь скрипучая, За шершавой стеной. Тьма колючая, Как шагнет за порог. Всюду и ней, А из окон порог. Синий, синий. Потолок ледяной, Дверь скрипучая, За шершавой стеной. Тьма колючая, Как шагнет за порог. Всюду и ней, А из окон порог. Синий, синий. вот и подошла к концу наша русская народная телепередача гармонисты россии и сегодня в гостях у нашей телепередачи были сергей катков алексей масло и все это вместе баян микс всего вам доброго дорогие друзья до новых встреч продюсерский центр русская гармонь